виталий приветствую тебя традиционная для вторника встреча обсуждаем рынок технически фундаментально говорим о ключевых фундаментальных событиях о трендах которые сейчас точно развиваются я думаю что это еще не предел говорим о тех рекомендациях которые собственно ранее давали подсвечиваем как и раньше возможности друзья для вас чтобы вы могли использовать что-то интересное прям здесь и сейчас виталий тебе спасибо большое что подключился опять же сейчас рынки важно обсуждать потому что мы видим продолжение обвала индекса доллара все прекрасно понимаем чем это связано выход данных по инфляции которые заставили трейдеров пересмотреть ожидания относительно того сколько раз фрс в этом году повысить процентную ставку и если до данных по инфляции на прошлой неделе еще была все-таки теория полагать что фрс может после июльского повышения ставки поднятие и и еще там один раз до конца года то сейчас конечно же вероятность этого крайне низко причем вот не просто такое вот субъективное мнение есть инструмент файдбочту который дает как раз оценку вот будущих действий федерезерва на предстоящие периоды в июле ставка будет повышена без сомнения однако вероятность еще одного подобного шага до конца года сейчас в районе 10 процентов для сравнения в начале прошлой недели до выхода данных по инфляции рынок допускал возможность еще одного повышения ставки после июля с вероятностью по моему 42 процента в общем настроение меняется рынок подстраивается по то что происходит такие собственно данные которые вышли на прошлой неделе не оставили равнодушным никого динамики доллара мне кажется это очевидно прослеживается в общем доллар камнем полетел вниз я сегодня предлагаю коснуться темы индекса долларов можем демонстрации кан перейти давай начнем с меня так индекс доллара текущие котировки 9937 соответственно снижение продолжается можно было предположить что после обвала на прошлой неделе последует какой-то период консолидации проторговки но нет после довольно относительно спокойно скажем так первого дня этой недели сегодня мы видим то что продавцы тащит доллар ниже 9935 никакого сопротивления на психологической планке в 100 пунктов не произошло несмотря на значимость как бы этого уровня хотя бы просто с точки зрения круглых цифр ну в общем инициатива так осталось на стороне продавцов и индекс доллара тащит все ниже и ниже поэтому я здесь могу дать рекомендацию что нужно держать эти коробки позиции ну во-первых потому что тренд позволяет это делать во вторых есть четкое убеждение что фундаментальный фон который стал причиной вот этого развития нисходящей динамики он еще не полностью исчерпал своего потенциала и я допускаю что ближайшие недели все таки на вот этой волне распродаж американской валюты может оказаться на значениях туда даже ниже по повестке экономического календаря сегодня день обещает быть ну как минимум не скучным потому что мы ждем данные по уроничным продажам в 12.30 по gmc и буквально через 45 минут после этого выйдут еще данные по промышленному производству а сша то есть еще одна оценка промышленного сектора еще одна возможность попробовать ответить себе на вопрос как дела складываются в американской экономике ну вот пока мы с тобой обсуждаем индекс доллара локально обновляет минимумы и в общем продолжает активно снижаться я не жду сегодня чего-то хорошего от статистики напротив думаю что вот прям с выхода данных по инфляции мы можем еще начинать потихоньку касаться темы того что американская экономика все же не избежит какого-то подобия жесткой посадки что в конечном счете приведет к рецессии экономическому спаду и убедит прям точно оставшихся трейдеров которые еще сомневаются в том что все нужно заканчивать с жесткой монетарной политикой и может быть даже стоит уже начинать закидывать идею на рынок о том что через какой-то период времени возможно начале следующего года будет уместно уже начать снижать ключевую процентную ставку я полагаю что сейчас очень хорошие условия для того чтобы открывать долгосрочные короткие сделки по индексу доллара их нужно было открывать еще раньше но надеюсь то что вот к прежним рекомендациям прислушались и соответственно уже шарте это индекс доллара качество ближайшей цели да я мог бы сказать сейчас отсылкой на ряд инвестбанков там 95 и ниже я полагаю что лучше пока ориентироваться на уровне поскромнее 98 97 пунктов потому что как ни крути но после такого обвала может последовать коррекция и пока она не произошла стоит руководствоваться такими как косрочными целями где уже можно фиксироваться сегодня как уже отметил потенциально слабые данные могут усилить вот эту нисходящую динамику и толкнуть индекс доллара еще ниже так очень интересно смотрится золото по золоту прям обе руки поднимаю за то что здесь нужно быть оптимистом и верить в 2000 долларов за тройскую унцию прям в самой ближайшей торговой сессии потому как сейчас золото набирает обороты уже локальные максимумы мы знаем что золото далеко может пройти 20 30 40 долларов за одну торговую сессию и не нужно сейчас допускать или полагать прогнозировать что 2000 это настолько далекий уровень что на его достижение потребуется там недели я думаю что считанные дни может быть даже ну совершенно не удивлюсь если даже сегодня мы 2000 долларов за унцию и пожалуй главный аргумент я сегодня с вами брифинге говорил об этом помимо того что снижается доллар конечно же доходность американских облигаций это рыночный сантимент потому что сейчас 82 процента трейдеров золото шарти то есть это не толпа это прям это практически все считают что золото достигла своих локальных максимум поэтому я это наверное не используют эти опционные зоны шаркиат но возможно да поэтому сейчас у нас как раз есть возможность проверить эффективность анализа рынка на основании рыночного сантимента почему бы нет и в таких условиях как раз и познается истина фундаментальных он не противоречит действия большинства очевидны рынок идет против толпы 2000 уровень который должен быть магнитом сейчас поэтому друзья нужно быть смелыми рисковать сейчас самое подходящее время и буквально еще пару слов про рынок нефти 78 40 долларов за баррель после теста 80 там чуть выше локально мы вышли сейчас рынок ушел на коррекцию разворот ли это я думаю что нет потому что все эти причины которые ранее стали причины при факторами буста вот этого роста нефтянки от слабого доллара до действий страна пик плюс по сокращению производства эти факторы они никуда не делись остаются на рынке поэтому здесь может быть коррекция произошла даже быстрее чем других активов но эта коррекция будет в любом случае выкупаться и вот этот откат я считаю что прям подарок для тех кто раньше мешкал не открывал длинные позиции потому что следующая цель 85 долларов за баррель и на отработку этой идеи тоже потребуется гораздо меньше времени чем может показаться в общем я оптимист и отношения рынка нефти это слово тебе и так всех приветствую сейчас как всегда обсудим прошлые идеи которые я давал во вторник какие отработались какие нет дам свое видение рынка на на текущий момент ну и в принципе вот ты такой вопрос задавал по поводу шортить ли дальше индекс доллара и многие спрашивают и ты ответил нужно было шортить когда были хорошие цены потому что у меня тоже много вопросов поступает по поводу евро доллара да когда его покупать да вот мы вот я конкретно снимал на своем youtube канале позапрошлую пятницу видео с конкретными торговыми рекомендациями по евро доллару и там были хорошие как говорят вкусные цены для покупок и понятно куда стоп поставить там стоп около 50 пунктов получался хорошее накопление было что по индекс доллара что по евро доллара такой треугольничек был хороший да а с текущих условно в любой момент как ты сказал может уйти рынок на коррекцию да и куда стоп ставить ставить стоп маленький могут снести ставить стоп большой можно попасть на хорошую глубокую коррекцию эта коррекция может превратиться и какой-то тренд новый да поэтому я такие сделки не люблю торговать вдогонку когда уже уходящий поезд тем более индекс доллара евро хорошенько так прошли около под 400 пунктов да и в любой момент может начаться коррекция их нету маленькие накопления есть можно ли их торговать в принципе да вот на пробой вот этих минимумов евро уже как раз сегодня пошел пробивать максимумы прошлой неделе индекс доллара чуть-чуть отстаёт да поэтому мое мнение возможно работать но это уже достаточно рискованная выскажусь по другим валютам там есть возможно неплохие скажем идеи работать на ослабление доллара ну давайте начнем так пошла демонстрация да ну давайте пройдусь по прошлым идеям выскажу текущее мнение и дам новые идеи по натуральному газу у меня было на прошлой неделе давайте посчитаем рекомендации натуральный газ золото биткоин эфир snp 500 и практически все то есть вот эти вот эти пять инструментов которые я давал они все были на покупку четыре из этих инструментов отработались на отлично натуральный газ вот я давал это получается у нас 11 число здесь он в течение этого дня пошел наверх но те среднесрочные цели которые называла в районе 3 3 долларов мы туда не пошли и вот это единственная рекомендация которая не отработалась так на хорошее движение такое и пошла глубокая коррекция я думаю что эта коррекция может еще продолжится в район условно 240 на вот где-то вот сюда плюс-минус и когда в этой зоне нарисуются хорошие точки входа на покупку я буду отсюда покупать снова с целью 3 доллара да возможно ли спекулятивность текущих плюс-минус шортить чтобы словить эту коррекцию которая затянулась чуть-чуть поглубже в принципе возможно да но нужно иметь ввиду что могу ошибиться по уровням и цена найдет пойдет раньше наверх поэтому по серебру точнее по натуральным газу пока я ожидаю хорошей точки входа но ориентиры я показал и в принципе на следующей там битве аналитиков или там на своем youtube канале когда будут актуальные скажем идеи я буду говорить дальше по золоту золото отлично отработала рекомендацию который давал во вторник в принципе я на своем youtube канале и ранее советовал покупать мы неплохо выросли жду какие-то 2000 вопрос будет ли это как ты сказал возможно за одну сессию или это затянется на какое-то более длительное время сложно сказать да но я вот вчера даже на своем youtube канале советовал покупать золото в принципе цены были более низкие да разница почти 10 долларов ну плюс минус там кто когда смотрел обзор но в принципе я дальше вижу покупки с текущих плюс если будет но снижаться я бы дальше откупал золото с целью там плюс-минус 2000 будет ли это окончательная цель по золоту и мы оттуда развернемся на снова падение в район 1900 и ниже на 1800 я буду за этой зоной 2000 следить сильно если там будет уже указан какой-то сигнал на шорт буду дальше шортить если не будет возможно будет продолжение сильного роста на обновление майских максимумов в районе там сколько было 200 почти да вот здесь вот такое мнение по золоту поэтому его покупаем я со своими учениками его держу еще вот с этой зоны очень хорошее накопление было мы часть закрыли часть сидим без убытки и скажем дальше кто желает я в принципе зон уровне назвал вот это вот это накопление то можно в принципе дальше докупаться серебро кстати еще лучше пошло чем золото но в принципе и так является более волатильным где-то полтора раза вот здесь мы с учениками вот эту идейку откупали вот хорошее накопление с поджатием было хороший прострел был дальше по по снп прошлый раз я вот здесь мы торговались вот на этих ценах это получается у нас цены были где-то в районе 4440 вот плюс минус вот здесь и я говорил что возможно вот это движение вниз коррекционное оно закончилось у нас нарисовался был такой хороший пин бар молот по тех анализу импульс коррекция и давал рекомендацию покупать с целями хай вот этот прошломесячный и возможно дальше пойдем наверх мы в принципе неплохо по данному инструменту отработали дальше пока я вне рынка по данному активу вчера кстати на своем youtube канале советовал в понедельник утром покупать с коротким стоп-лоссом в принципе выросли но вот эти зоны плюс-минус я жду что какое развитие будет по S&P 500 в этой зоне плюс-минус у нас здесь присутствует диргенция плюс у нас присутствует такая зона x я ее называю где разрешится будет ли S&P дальше расти на обновление исторических максимумов или мы будем разворачиваться жду как пройдут квартальные отчеты по банками крупным компаниям сша в принципе в прошлую пятницу читались несколько банков тот же JP Morgan прибыль очень хорошая заработали денег но глава банка джимми даймонд если не ошибаюсь зовут его высказался что нас ждут такие сложные времена возможно похуже рецессии да поэтому я это давно держу скажу на уме поэтому за S&P внимательно слежу дальше по биткойну по эфиру вот здесь мы торговались прошлый вторник советовал покупать мы добили максимумы вот этим дальше не пошли в принципе можно было неплохо заработать но я ждал выше и дальше не получилось но в принципе спекулянты на этом заработали эфир еще лучше пошел получается мы его здесь торговались тоже советовал покупать неплохо прокатились по данному инструменту в принципе если подытожить что по биткойну по эфиру я жду дальше хорошенько наверх но вопрос вот я как раз вчера советовал своим ученикам работать на скажем на шорт спекулятивно с точки зрения что здесь намечается какой-то вынос вот этих вот этой зоны 30 тысяч так как здесь ноги я думаю покупают биткойн и там где-то стоп лосса сидят у них кто торгует там фьючерсы или с плечом на спот рынке поэтому вопрос закончилась ли вчера вот эта коррекция и пойдем ли мы дальше наверх сложно сейчас сказать но кто торгует там с большими стоп лоссами или на спот рынке принципе я бы советовал дальше покупать что касается новых идей в принципе фунт доллар вот по фунту была коррекция последние два дня возможно она закончилась и фунт пойдет на обновление максимум поэтому рискнуть возможно купить слабенькое накопление я же говорю по валютам сейчас что индекс доллара он параллельно отсвечивает другие инструменты у нас слабенькие накопления но возможно по тренду торговать то есть очень аккуратно с короткими стоп лоссами то же самое касается если взять канадский доллар я бы его тоже рассматривал на шорт у нас произошел пятницу получается хороший откат вот кстати сравните какой был откат в пятницу по канадскому доллару вот евро доллар индекс доллара он практически там чуть-чуть откатили вот я кстати вчера в обзоре советовал там индекс доллара спекулятивно работать на на коррекцию поэтому фунт канадец работаем на укрепление вот этих валют против доллара и что я бы хотел с индексов вот я по поводу индекса dax немецкого вот по заявлениям последним даже и cb они агрессивно пытаются да поднимать ставочки и дальше продолжать и получается у них там инфляция чуть-чуть снижается но не так хорошо как в сша поэтому они могут и продолжать проводить агрессивную денежно-кредитную политику поэтому не знаю как она отобразится на dax но должно негативно плюс в китае вчера вышел отчет пвп он не так хорош как хотелось бы еврозона завязана на китае по по экспорту скажем и я бы здесь пробовал спекулятивно с небольшими стоп-лоссами шортить и посмотреть что с этого получится по индексу dax вот ключевой уровень 16 300 если мы его удержим и не пройдем наверх хотя очень аккуратно здесь не нужно там ставить стоп-лосса большие когда мы пройдем этот уровень там откроется дорога очень далеко наверх то есть у нас мощное накопление практически три с половиной месяца мы в одном диапазоне 15 600 на 16 300 там плюс минус поэтому так и в принципе в принципе в принципе если не ошибаюсь сказал все что хотел а еще по доллар рублю в двух словах многие спрашивают все время смотрю комментариях вчера на обзоре у себя советовал доллар рубль покупать выше 90 он сегодня там чуть чуть ниже 91 торгуется но пока есть ощущение что вот это коррекционное движение вниз идет с уровня 94 на 90 мы удержали четко 90 уровень и возможно мы пойдем снова обновлять 94 вариант хотя он сильно перекуплен нужно это понимать поэтому если покупать то с короткими стоп-лоссами потому что могут и как был сильный памп так и дам получится спасибо тебе за рекомендации за то что опять пробежался по большинству финансовых инструментов всех сегментов остается наблюдать за развитием тренда я над я думаю то что он продолжится до конца этой недели то есть следующий вторник мы с тобой снова обсудим ситуацию но что-то подсказывает мне что индекс доллара будет на уровнях ниже чем текущее значение и соответственно рисковые инструменты соберутся еще выше напоминаю что сегодня данные полничным продажам относительно скоро с открытия американской сессии еще один триггер для движения доллара поэтому скучать не придется контролируем риски друзья как и всегда следим за загрузкой депозитов это прям принципиальнейшие вещи и основные правила виталий спасибо тебе хорошего тоже трейда в этих дней недели и хороших пока пока удачи